Драма «Бизнес и творчество» и с вами я, Ольга Васильева. Как построить компанию лидера в сфере экологической экспертизы, начав с маленькой комнаты на территории МГУ? Как сделать российский бизнес экологически ответственным, а дома и квартиры – здоровыми для людей? Вот об этом прямо сейчас мы узнаем на канале Медиаметрикс. На моей странице в Фейсбуке тоже идет прямой эфир. Там вы можете писать свои вопросы и комментарии. А я представлю нашего гостя. Сегодня у нас в студии очень интересный гость – генеральный директор «Экостандартгрупп», член Генерального совета деловой России Николай Кривозерцев. Николай, здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Николай, вашей кампании на днях исполняется 23 года. С чем я вас поздравляю и желаю, конечно, долгих лет успешных вашему бизнесу. Спасибо большое. Интересно, вот вы в этой кампании работаете 16 лет и начинали, когда были лишь второкурсником МГУ. Как так получилось? Вот с чего началась ваша работа в «Экостандартгрупп»? Ну, эта история такая достаточно удивительная, потому что меня в кампанию позвала сестра, которая филолог. Я историк, но занимаемся мы, по сути, инженерной деятельностью в сфере охраны окружающей среды, охраны труда, изыскания и так далее. То есть, она пришла, ее позвали работать туда секретарем-администратором в кампанию. Но кампания как таковой не существовала. То есть, была идея, был некий профессор, который хотел это развивать. Потом он через 3 месяца, когда она туда устроилась, потерял к этому интерес и сказал, ну, хочешь, забирай. Но забирать там было нечего. Там был факс, один прибор по измерению радиации, по-моему, один компьютер и стол. То есть, кампании 23 года, вы 16 лет работаете, это прошло сколько лет? Ну, я не 16, наверное, лет работаю, я работаю с 2002-го, я работаю в 18-м. В 18-м, но кампания существовала. Она существовала как такой, знаете, студенческо-профессорский какой-то стартап. То есть, была идея, но это не было в серьезном смысле слова «компании». То есть, были, да, какие-то заказы, какие-то клиенты приходили в МГУ, говорили, нам надо там провести экспертизу земельного участка. И тогда этот профессор передавал это в эту кампанию. Но это не был вообще полноценный бизнес, даже близко. И сестра сказала, слушай, мне вот тут эту кампанию как бы отдали, давай попробуем, давай что-то будем делать. И я изначально занимался продвижением, сайтом, рекламой в интернете. И вот так вот все началось на втором курсе. А время было непростое, и как бы мы не из обеспеченной семьи, нужны были хоть какие-то карманные деньги, поэтому были рады там зарабатывать даже 50 долларов в месяц. То есть, поэтому были студентом исторического факультета, сестра филолог, и вы пытались объединить то, что знаете, какие знания у вас накоплены для рекламы и связи с общественностью. Да, именно, наверное, тут была такая синергия, потому что нам вот коллеги, которые оставили бизнес, оставили связи на естественных факультетах, то есть, лаборатории, там, инженеры, а мы были, в общем, гуманитариями, скорее, за продвижение. И то есть, мы находили клиентов, продвигали кампанию, а коллеги из инженерных, естественных факультетов, там, почвоведник, химфак, биофак, они нам делали вот именно... Ну, саму работу делали, да. А вот сейчас вы в чём реализуете любовь к истории? Она осталась ведь всё-таки с исторического факультета? А я думаю, это как раз то, что мы хотели поговорить, это вот то, что я коллекционирую советскую графику, графику 20 века нашу отечественную. Я специалист был, как раз я писал дипломы, специализировался на 20 веке на истории России, и собираю я этот же период, я думаю, что вот в этом реализуется моё историческое образование. То есть, само историческое знание, они сейчас в бизнесе, может быть, какие-то параллели? Нет, ну, конечно, параллели, я думаю, что такое фундаментальное гуманитарное образование, оно, конечно, помогает работать с большим объёмом информации, например, ну, то есть, там, на ИСТФАКе нужно было, там, в подготовке, в рамках подготовки к экзамену какому-нибудь, там, пересмотреть, проанализировать, там, не знаю, 50 монографий. То есть, некий навык быстро работать с информацией, быстро схватывать суть, уметь это всё структуризировать, уложить в голове, я думаю, вот этот навык, ну, он для любого бизнесмена нужен, но этому очень хорошо на гуманитарных вузах, таких фундаментальных учат в гуманитарных вузах, именно работать с большим объёмом информации. Это, наверное, развитие способностей. Способностей, да. А какой ваш любимый исторический период для изучения? Не могу сказать однозначно, любимый период, у меня их много, то есть, и древний мир, там, древняя Греция, древний Рим, мне очень интересно, и европейское средневековье, и наше средневековье, эпоха Екатерины II, то есть, я не могу сказать, что у меня прям есть вот любимый период, я бы сказал, что во всех исторических эпохах есть очень интересные события, очень яркие личности, которые интересны для изучения. Тогда есть любимый исторический персонаж? Один нет. Несколько? Есть, ну, я могу их долго перечислять, но, предположим, начиная с... Вы первый, кто приходит в голову. Первый, кто приходит в голову, наверное, когда-то он был мой любимый, это Александр Македонский. А почему? Очень яркая личность, как бы человек, который там в 24 года уже владел всем миром, и который к 29 лет, годам уже разочаровался вообще во власти, в богатстве и так далее. Ну, это, мне кажется, очень интересная судьба и очень яркая такая личность. А чем именно привлёк? Именно то, что он в таком возрасте или чем-то ещё? Ну, и возрасту своей яркостью, то есть, на самом деле, это была моя первая такая большая курсовая работа на ИСТФАКе, я глубоко погрузился в его личность. Ну, во-первых, амбициозностью задач, то есть, он там в 16 лет ставил задачи, которые там 300 лет Греция не могла даже себе помыслить, там, разбить персов. Или сейчас помнить подростков в 16 лет, да, кто так задачи ставил. Да, и он ставил себе эти задачи, и он там через 3 года он это делал, и мыслил он очень глобально, то есть, на мой взгляд, современную Европу заложил он, потому что он там реализовал такие проекты, что смешивал семьи, чтобы объединить, там, Грецию с Македонией, греков с персами, то есть, он мыслил как такой глобальный исторический деятель, да, и это очень круто, что он такой был молодой, и так, он за эти вот там 10 лет своего яркого периода, он, мне кажется, все, что потом вообще делалось, он за 10 лет эти тоже элементами все попробовал, все реализовал. Николай, а у вас были ли случаи, когда вот знание каких-либо исторических фактов помогло вам в жизни, например, принять какое-то решение или сделать выбор? Я думаю, что такое бывает, но я не могу сказать, что вот этот случай, случившийся с Петром Первым, повлиял на мое вот такое конкретное решение. Ну, конечно, какие-то аналогии в принятии решения, они бывают, наверное, это в большей степени связано там с человеческими отношениями. То есть, наверное, в истории очень много всяких таких примеров, что если там человек один раз себя очень там неправильно повел, то, наверное, с ним больше не нужно пробовать. И верить, что что-то изменится не нужно, что если вот прям некрасиво, что-то вот такое нечестное, то всё это крест. Вот какие-то такие вот элементы чисто человеческого, наверное, отношений, да, наверное, я иногда руководствую. Понятно, генеральному директору важно знать людей. Да. А кроме компании, Экостандарт Групп, у вас был ещё какой-то опыт работы или вот вы всегда только трудились в этой компании? Я у меня не был никакого, я никогда нигде не работал, кроме как в Экостандарт Групп. Ну, единственное, что так как сейчас я ещё там достаточно активный общественный деятель, то получается… То есть, уже параллельно получается общественный деятель. Да, параллельные некие истории есть там в Деловой России, в Общественном Совете Роструда и так далее, где у меня могут быть условно некие руководители, некие там другие задачи, но полноценный труд, 90% времени только как стандарт. А вот когда заработали первые деньги, вот стали работать студентам, то на что их потратили? Ну, если честно, может быть, к моему в некотором смысле стыду, хотя я не думаю, что это стыд. То есть, первые, наверное, лет 5 я тратил деньги просто вот как бы на жизнь, на какие-то тусовки, на какие-то бары, одежду и так далее. То есть, даже в какой-то момент я просто осознал, что так как бывает вообще не дело. Потом я там скопил, купил машину, потом через какое-то время первую квартиру. То есть, к накоплению пришло сознание позже, а вначале надо было просто ярко жить. Да, да, да. Я думаю, для того возраста это и правильно. Давайте покажем нашим зрителям видеофрагменты о работе вашей компании, и потом подробнее об этом поговорим. Компания «Экостандарт» была создана в 1997 году и сегодня является лидером в области экологической экспертизы и мониторинга, услуг в сфере охраны труда, инженерных изысканий, проектирования и сертификации. Мы реализуем проекты любой сложности, как для крупнейших транснациональных корпораций, так и для малого и среднего бизнеса. За 20 лет своего существования компания реализовала более 5000 проектов, 300 из которых федерального значения. Мы сейчас увидели описание достижений вашей компании. А какое событие или проект стали ключевыми для развития вашего бизнеса? Я думаю, что все-таки мы давно уже в бизнесе. В каждом трехлетии или пятилетии бывает такое очень важное событие. Но если отмечать одно, то это участие в подготовке Олимпиады в Сочи в 2014. Для нас был абсолютный шок, что мы выиграли тендер на экологическое сопровождение строительства объектов в Амеретинской низменности, это то, что прибережная часть Сочи. Но мы были на тот момент, на самом деле, маленькой компанией. Нас было там человек 17, 18, 20, вот так. Мы были молодые, там средний возраст, наверное, лет 25-27. Но это вот как, знаете, я не очень люблю всякие такие мантры про то, что если очень захотеть, то точно получится, захоти стать миллиардером, ты с ним станешь. Вот я не очень это все люблю. Но тут была вот абсолютно такая история. Мы настолько захотели, мы так готовились, что заказчик, это был базовый элемент, вот Эрипаски компаний, они сказали, давайте, ребята, молодым дадим попробовать. То есть мы конкурировали с крупными государственными институтами экологическими за этот тендер, но мы пришли на тендер уже почти со сделанной работой. Ну, то есть так вот тщательно подготовились. Да, да. То есть и заказчики были адекватные людям, я им очень благодарен, вот уже всю жизнь буду благодарен, что сказали, давайте ребятам дадим попробовать. То есть дали возможность такое. А вот как считаете, зимняя Олимпиада в Сочи, она повлияла каким-то образом на улучшение или ухудшение экологической обстановки в том регионе, именно в Сочи? Ну, я думаю, что на самом деле, конечно, есть проблемы. И любая, ну, во-первых, надо понимать, любая большая стройка – это негативное воздействие на окружающую среду. Но мы всё-таки люди как бы адекватные, мы не какие-то там зелёные общественники, мы именно консультанты, мы понимаем, что это очень социально значимые объекты, это хорошие рекреационные зоны. И задача такой компании, как наша, это именно находить какие-то компромиссы для сохранения нашей уникальной природы, но и всё-таки развития экономики. Потому что, конечно, можно всё запретить, не строить ни одной дороги, ни одного завода, и всё сохранить. Не трогать леса, не трогать природу. Но мы должны понимать, что государству надо развиваться, экономике, обществу, и для этого надо реализовать такие проекты. Но нужно максимально учитывать, конечно, условно говоря, интересы природы. То есть, все эти технологии, которые сейчас можно применить, чтобы сохранить, мы обязаны применять. А что именно применили? Вот в Сочи? Ну, на самом деле, в Сочи, вот то, что касается Красной Поляны, там было очень ответственное строительство, потому что там совсем такие заповедные леса, да, там и очень много краснокнижных растений и животных. В Амеретинской низменности хотелось бы, конечно, чтобы больше реализовали того, что в том числе мы, например, рекомендовали. Там есть, ну, сейчас уже, наверное, можно открыто говорить, что Амеретинская низменность – это последняя точка отдыха перелетных, в том числе краснокнижных птиц, когда они летят через Черное море. И там вот эти есть прудики в середине. И мы предлагали сделать там полноценный орнитопарк, такой дикий, чтобы все-таки птицы там могли отдыхать, сделали классный проект. И на уровне вице-премьера он был одобрен, но реализован, честно говоря, не был, то есть сейчас это просто пруд, который там с газоном. И, конечно, птицы не будут там уже отдыхать. Не могу сказать. И птицам пришлось поменять место. Да, наверное, им пришлось поменять место отдыха. Но это маршрут, которым там тысячи лет, если на десятки тысяч лет. То есть у птиц же вот эта вот генетическая память, что они всегда тысячу поколений отдыхали там. Как они перестроились? Ну, дай бог перестроились. Вы не отслеживаете. Ну, не было у нас такой задачи, и не могу однозначно говорить, но при этом часто бываю там на конференциях и видел, что, тем не менее, бывают там какие-то утки, которые, очевидно, дикие, которые, видимо, все-таки там отдыхают. Но, к сожалению, реализовать это не удалось. А был бы интересный, мне кажется, и рекреационный объект, такой дикий парк, ну, небольшой. Мы там предлагали площадки там с биноклями, чтобы люди могли там отдыхать, смотреть, как эти там птички проводят время, но он не реализован. Но, кстати, если зайти на Яндекс.Карту, навести на этот пруд, там будет написан на нем орнитологический парк. То есть в Яндексе это даже не нашло. То есть наше решение было заложено, но состройщиком не реализовано. Жаль, конечно. Ваша компания летом выпустила экологический рейтинг районов Москвы. А в чем заключается суть вашей методики? Вот какие основные параметры вы замеряете? Мы делаем экологический рейтинг Москвы с точки зрения комфорта и безопасности для проживания человека. То есть мы смотрим качество воздуха в первую очередь. Конечно, для любого мегаполиса и для Москвы главная беда – это качество воздуха. Мы смотрим количество зеленых территорий, условно говоря, парков, скверов, соотношение общей площади к таким зеленым. Мы смотрим акустическую нагрузку, то есть шумность. Понятно, от автотрасс, от каких-то промышленных предприятий. Один из тоже таких факторов дискомфорта – это шум. Мы смотрим потенциальную радиационную опасность. То есть Москва развивалась сложно, и есть до сих пор объекты, от которых есть некий радиационный повышенный фон. Это не критично, то есть это не какие-то ужасы. Это всё равно на здоровье влияет. Но это, конечно, небезопасно. Последние годы мы стали смотреть также такие элементы, назову это так, экстиле жизни. Возможность приобретения органической фермерской продукции, продуктов питания. Есть ли возможность сдать какие-то батарейки на переработку, насколько вот эта инфраструктура развита. То есть это такая комплексная… Это уже развитие инфраструктуры. Да, это такая комплексная оценка, и насколько безопасно, насколько комфортно, и насколько можно в этом районе будет удобно вести такой экстиль жизни. А какие районы Москвы самые экологически благоприятные? Ну, на самом деле всё довольно традиционно. Это Строгино, это Крылатское, это Сокольники. То есть, конечно, зелёные массивы, незагруженность транспортом, отсутствие крупной промышленности – это такие самые безопасные, самые комфортные районы для проживания. Но вот если у человека есть средства, вот стоит ему покупать квартиру в центре Москвы, в пределах Садового кольца, или жить там постоянно с семьёй, с детьми, или всё-таки тогда выбрать экологически благоприятные районы, ну вот согласно вашему рейтингу. Отвечу вам тут как основатель нашей компании, там доктор географических наук Краснушкин и Непокойный. На самом деле, каждый район и вся Москва – это как шахматная доска. То есть, на самом деле, и в Москве, в центре есть очень хорошие микрорайоны, тихие дворики, где хорошее качество воздуха, где тихо, и, в общем-то, экологическая обстановка достаточно безопасна. И в самых лучших районах можно найти квартиру на втором этаже с выходом на самую шумную, оживлённую улицу этого микрорайона и жить неблагоприятной среде. То есть, можно в рамках Садового кольца вполне найти безопасный район, микрорайон, дом. То есть, какие карты тоже существуют? Да, надо просто комплексно оценить, надо всё взвесить, надо понимать, какие есть риски. Ну, нюансов много, там, начиная выше седьмого этажа, воздух уже сильно чище, например. То есть, нельзя, вот так сказать, этот район однозначно хорошо, этот район однозначно плохо, надо рассматривать конкретный дом и даже конкретную квартиру. То есть, ещё и этажность тоже влияет. А вот лет через 30-40 экология в городах будет продолжать ухудшаться или всё-таки есть какой-то шанс улучшить экологию? Ну, вот, например, давайте в Москве. Что для этого нужно сделать? На самом деле, в Москве последние лет семь экологическая ситуация улучшается. Это связано с тем, что, ну, что в мегаполисах таких, как Москва, главный загрязнитель – это автотранспорт. Всё-таки автотранспорта современного становится всё больше, топливо становится более качественным. То есть, на самом деле, показатели частоты воздуха в Москве, они улучшаются. То есть, мы перейдём на электромобили? Я думаю, что в том числе мы перейдём на электромобили. И особенность, такую тяжёлую нагрузку на город даёт, конечно, такой транспорт, там, мусоровозы, какие-то трактора, эскаваторы. И вот очень важно, чтобы эта техника была безопаснее. Потому что, ну, я думаю, все мы видели, что там едет один какой-то тарахтящий самосвал, после которого там облако гигантское, его выхлопов. Он один может загрязнять, как там, как 200 современных машин. И тут уже важно работать над тем, чтобы вот таких вот элементов в городе становилось всё меньше. современных, будь даже двигателей там, автомобили с двигателем внутреннего сгорания всё больше. Ну, электромобили для города, это, конечно, тоже, ну, электробусы у нас появляются. Да, это тоже большой шаг вперёд. А вот про мусоровозы заговорили. Вот есть раздельный сбор мусора, который сейчас пропагандируется. Ну, в нашей стране мы отстаём немного от других стран. И люди всё-таки, некоторые начинают сортировать домашний мусор. И его разделяют по урнам. А дальше этот мусор при переработке, его тоже отдельно перерабатывают? Или всё смешивают в кучу? И, как некоторые говорят, что это всё бесполезно. То есть, вот мы разделяем дома, а дальше… Есть ли вообще смысл сортировать мусор? Вот если бы вы мне год четыре назад задали этот вопрос, я бы точно бы сказал, это бесполезно. А сейчас? Сейчас, если вы такой ответственный гражданин, ответственный человек, и вы проконтролируете немножко дальше, чем от того, как вынести мусор из вашей квартиры, то вполне реализуемо то, что он действительно не попадёт в итоге, не смешает всё заново и не попадёт он на полигон. Потому что появился и мусоровозы, которые с раздельными бачками. Три года назад всё сваливалось потом в этот мусоровоз. У нас есть клиент производит, который мусоровозы как раз с раздельными бачками. Да. То есть, сейчас действительно система выстраивается, я думаю, что через какое-то уже достаточно небольшое время она будет полностью выстроена. То есть, готовые компании, спецавтохозяйства всё-таки вкладываться в эту инфраструктуру, потому что это вложение? Не готовы, а уже вкладываются. Уже вкладываются. То есть, их конкурентное преимущество. И город их стимулирует, и федеральные программы, и там нацпроект «Экология». И субсидирование, субсидии есть. Ну, там есть и субсидирование, и датирование, то есть, есть там инструменты финансовой поддержки. Так, какие тогда могут быть три главные привычки человека, который хочет вести экологически осознанную жизнь? То есть, что стоит делать обычному человеку, ну, чтобы внести свой вклад в сохранение экологии? Ну, я думаю, что нужно говорить в первую очередь, наверное, об осознанном потреблении. То есть, ну, мы знаем, какая проблема… То есть, первая привычка – осознанное потребление. Так, что это значит? Это значит, что когда ты вот покупаешь все подряд, а потом половину выкидываешь, а то и 70% выкидываешь. Ну, вот это на самом деле проблема номер один. Сколько продуктов питания выкидывается? Много выкидывается. Сколько, вот какой-то… ну, просто вот люди покупают ерунду, которая абсолютно не нужна, а это упаковка. Это… То есть, не обращать внимания на эту красивую упаковку, а смотреть именно на саму ценность продукта. Да, и нужна ли она тебе на самом деле, или это просто каприза? Допустим, молоко покупать в бетончике. В том числе. Ну, а вот очень часто, например, покупаем какую-нибудь флешку, да, а к ней вот такая вот бумажная коробка. Ну, вот зачем она нужна? И этого очень много. И количество отходов на одного человека, она просто с каждым годом растёт из вот этой бесконечной упаковки. Ну, всем понятно, что по большому счёту это уже не нужно. Но вот маркетологи… На гразовые сумочки, да? Конечно, нет. Ну, и так далее идут вот такие классические вещи, многоразовые сумки. И маркетологи сейчас начинают задумываться, да, об этом? Слава Богу, это становится трендом, что сейчас становится, в общем-то, модным думать о том, что там меньше упаковки, многоразовые сумки, многоразовые бутылки. Можно вспомнить, на самом деле, наше детство советское. Даже стеклянные бутылки. Стеклянные бутылки. Которые сдавали потом. Да, до кефира там, которые все собирали, все сдавали, макулатура и так далее. То есть, вот осознанное потребление комплексное. Вторая привычка – это значит всё-таки на упаковке… Нет, первое – осознанное потребление – понимать, что покупаешь. Вторая привычка – многоразовые. Ну, не использовать пластик, да, то есть, вот от него уйти. А третья привычка? Третья привычка – ну, я бы, наверное, вторую бы ещё дополнил тем, что, конечно, это сортировка отходов. И третья привычка – знаете, зачастую вот люди всё соблюдают, а потом там на даче возьмут и бензин пойдут, там вот отстался какой-нибудь, я не знаю, там, от бензокосилки или, не знаю, там, от лодочного мотора, и куда-нибудь там за деревце вот у заборчика возьмут, 3 литра выльют. Ну, так вот, потому что непонятно, что это делать. И вот на самом деле, вот такими резкими-то глупостями люди наносят ущерба зачастую больше, чем тем, что они там купили там флешку в большой упаковке. То есть, вот понимать, что там вылитые 3 литра бензина у тебя там на садовом участке нанесут реальной вот этой экосистеме прям большой серьёзный вред. То есть, вот в мелочах тоже ты можешь сохранять окружающую среду. Так, по каким критериям можно проверить, что человек живёт в экологически благоприятном жилье? Критериев много. На самом деле, экологически благоприятное жильё – это очень важно для комфорта и безопасности. То есть, на самом деле, мы в помещениях проводим там 80% своего времени. По данным Всемирной организации здравоохранения, ну, если я сейчас не ошибусь, в районе 70% заболеваний вызваны или усугублены именно проблемами помещений. Недостаточно воздуха, загрязнённый воздух, неправильное освещение, шум, электромагнитные поля. Вот мы находимся с вами вот здесь, в студии, дома. Ну, то есть, у нас везде провода, Wi-Fi, какие-то блютусы. Это всё влияет на нашу нервную систему, на работу нашего головного мозга, на работу сердца. И этих моментов в нашей жизни очень много. Это вызывает хронические заболевания, обострение каких-то заболеваний. То есть, надо стараться сделать свой дом, особенно там спальню, максимально безопасно. То есть, стоит ли заказать в вашей компании экологическую экспертизу жилья? Конечно, стоит заказать в нашей компании экологическую экспертизу жилья, да в любой компании. И даже в каком-нибудь государственном институте, если вы находитесь в каком-нибудь небольшом городке, у вас всё равно есть Роспотребнадзор, в который вы можете отнести на анализ свою воду, понять, что вы пьёте. Какие-то материалы, если вас беспокоят какие-то там химические запахи, можно государственных лаборантов вызвать. Это будет долго, это будет нудно, но они приедут, сделают анализ. У вас тоже шикарная лаборатория, то есть, можно отнести к вам. Да, наша лаборатория ничем не уступает лучшим государственным, наверное, это лучшая коммерческая лаборатория в России. Можно любые исследования вашего дома, дачи, детской спальни провести в нашу лабораторию. Ну, например, комнатная квартира, 80 квадратных метров. Сколько будет стоить такая оценка? Вот хочу по максимуму понять, экологически чистое у меня жильё или какие-то проблемы могут быть у меня в дальнейшем? Ну, смотрите, она будет стоить от 10 тысяч рублей, такой база. Что я узнаю из этой оценки? Ну, вы узнаете основные показатели воздуха, скажем так, вы узнаете о потенциально прямо критических вещах, например, радиация. Реальная проблема – радиация от сантехники. То есть, уровень радиации? Да, это обязательно. От сантехники? От сантехники, от какого-то мрамора. То есть, материалы, которые у меня есть в квартире, да? Да. Радиация в квартире – это в первую очередь от материалов. Вы узнаете качество воздуха по основным загрязнителям, электромагнитные поля, то есть, всё, что связано с электроприборами, всякие печи к СВЧ. Ну, короче, это тоже большая проблема, сейчас не буду углубляться. И микробиология, то есть, ну да, вот мы сейчас столкнулись с ковидом, вот все мы понимаем, что миллионы бактерий и вирусов живут вокруг нас. Мы оценим, насколько среда в вашей квартире комфортна для того, чтобы всякие болезнетворные у вас плодились и размножались и хорошо, комфортно себя чувствовали. И мы оценим качество уборки, если там у вас, предположим, уборщица или вы сами убираетесь, то есть, мы возьмём всякие смывы и дадим рекомендации, что вот тут у вас живут, вот тут у вас живут. В общем, вы получите общую картинку экологической ситуации в вашей квартире. А вот смотрите, вот сейчас вот ещё поменялась ли, вот произошла вот сейчас самоизоляция. Мы большее время находились в квартире, но вышли в офисы, и у вас есть важное направление – это услуги в сфере охраны труда. Повлияла ли всё-таки вот изоляция на отношения работодателя и к условиям труда? Вы знаете, я очень верю, что да. Потому что мы же все знаем, как у нас зачастую относятся к безопасности, к охране труда. Вот ты инструктаж прошёл, вот ты расписался, вот иди. Да, там тысячи требований, и будем мы там все соблюдать. Да. Вот я думаю, что вот история с ковидом сделала так, что как выстроить безопасность в офисе стали заниматься собственники и генеральные директора. Реально продумывать. То есть, стали обращать на это внимание и продумывать. Да. Реально стали проводить совещания, разбираться, а как дистанцировать, а как устроить сменность, а что у нас в столовой, а что у нас в лифтах, а давайте там до третьего этажа запретим ездить в лифтах, пусть поднимаются пешком. То есть, реально стали думать, а где у нас опасность и как с ней бороться. И вот это очень важно, что реально топ-менеджменты компаний, может быть, впервые очень серьезно стали думать, задумываться и продумывать безопасность в офисах, не знаю, в торговых центрах, на любых предприятиях, на заводах и так далее. То есть, сейчас тенденция идет к тому, что кто продумал, тех закрывать не будут, не как всех поголовно. Может быть, например, сидит человек в салоне красоты, делает маникюр, он все равно сидит в маске, но их в первую очередь закрыли, салоны красоты, хотя там вообще полностью изоляция, только один человек. Вот это было непонятно. Есть пятерочка, в которой проходит много-много людей, их не закрыли. Вот такие вот нюансы все-таки, как вы думаете, будет на законодательном уровне отрегулировано? Я думаю, что однозначно будет движение в эту сторону, и однозначно, что те предприниматели, те учреждения, которые там соблюдают основные требования, реально вырабатывают нормальные здравые регламенты, как с этим жить, кто когда должен, какую маску, провести тестирование. Ну, продумать все мероприятия, у тех будет гораздо больше шансов продолжать работать. Я думаю, что таких экстренных мер, как закрываем все салоны красоты, больше не будет. Уже понятно, что если люди стараются… Очень надеемся на это, да. Очень надеемся, да. Что если предприятие старается, оно соблюдает меры безопасности, то оно должно работать. А на ваш бизнес как повлияла самоизоляция и карантинные меры? Ну, вы знаете, я думаю, что, как на большинство бизнесов, у нас был очень тяжелый апрель, у нас был очень тяжелый май, у нас улучшилась ситуация в июне, с июля, в общем, у нас ситуация нормальная. Но тут надо понимать, что мы по ряду своей деятельности попали в перечень объектов, вот как там, не помню как они называются, там, стратегической важности. И мы работали, у нас было разрешение работать. То есть, вы не на удаленке были, вы приходили… Нет, мы сами осознанно понимали, что есть проблема и надо с этим что-то делать, у нас 80% работало на удаленке. Но лаборатория не может работать на удаленке. А у нас есть проекты, не знаю, там, контроль питьевого водоснабжения военных частей. Ну да, и какая удаленка может быть для контроля? То есть, мы там регулярно делаем качество воды, там, что пьют наши военные. А 80% работали удаленно. Тогда, получается, у вас уже была выстроена цифровизация бизнеса, чтобы это все работало слаженно? У нас, наверное, трудно было первую неделю. Но, в целом, у нас возможность удаленки, она была уже там много лет назад. То есть, смотрите, у вас документооборот внутренний и автоматизированная система, они взаимосвязаны? Или есть над чем поработать? Однозначно, но мы спокойно функционировали на удаленке. То есть, у нас есть там терминальная система, что люди работают не на физических компьютерах, а на сервере. У нас там есть автоматизация бизнес-процессов. То есть, какие-нибудь там… Ну, в общем, вы думаете сейчас, развиваете данное направление? Да, и мы сейчас еще активнее развиваем, но мы нормально пережили удаленку. Угу. Так, тогда по вашей практике, какой все-таки год, ну, за вот это время, за 18 лет, как я поняла, даже почти 18 лет, был самым лучшим и самым трудным для вашего бизнеса? Самый трудный – это этот, это 100%. Вот буквально в пятницу у нас было день рождения компании, я ровно говорил об этом. А, то есть, у вас уже прошло день рождения, я думаю, на будущее поздравляла. Да. Ну, у нас где-то вот в этот период было создано первое юридическое лицо. А тогда самый лучший? Самый лучший год, вот, наверное, где-то в районе 10-е, 11-е, 12-е, у нас тогда были годы, я точно не скажу, какое, но мы росли по 400% в год, вот так. Угу. А какая у вас рентабельность бизнеса? Ну, мы достаточно рентабельны. А какой процент? Можете так сказать, на вскидку примерно? От года в год, но от 18 до 40%. Хорошая рентабельность бизнеса, но все равно это надо все выстроить. Надо все выстроить, конечно. У нас такой сейчас… Такой бизнес с услугами, он своеобразный. Да, «Каньон», «Каньон» очень тяжелый. А сейчас какая вот развитие, вообще стратегия развития вашего бизнеса? Ну, если в двух словах, мы хотим активно масштабироваться в регионы, мы сейчас открываем… Масштабирование географической стратегии у вас такая, расширение географии. Да, мы в прошлом году сделали лабораторию в Новосибирске, мы хотим ее сильно. Ну, наш центр, как бы такое сердце нашего бизнеса – это лаборатория. То есть, масштабирование лаборатории у вас даже и логистика? И логистика тоже, потому что, конечно, логистических задач у нас очень много, потому что наши заказчики, это там от Крайнего Севера до Крыма, соответственно, выезжать, проводить замеры, работа лаборантов, отбор проб, логистика должна быть очень хорошо выстроена. Но все это едет в лаборатории. Лаборатории должны быть быстрыми, современными, точными, поэтому много тут у нас нюансов. Понятно тоже, в общем, тут планов много. Можно стратегия цели, дальше в задачи, то есть, у вас, я понимаю, тут тоже есть с чем работать. Но помимо управления компанией, у вас есть серьезное хобби. Вы коллекционируете графику. И почему именно такой выбор хобби? Это, наверное, произошло, ну как, наверное, хобби, наверное, вообще выбирается довольно-таки случайно. Так как я учился на ИСТФАКе, а на ИСТФАКе есть подразделение искусствоведения, у меня были там много друзей, у меня сестра искусствовед, и, в общем, как-то я знал каких-то галеристов, каких-то девочек, которые, ну там одни девочки, которые стали работать в каких-то галереях, в том числе младшая сестра. И что-то, ну как-то вот пару раз я что-то сначала просто там купил себе чисто для интерьера. А давайте вот покажем, у нас есть несколько произведений искусства, которые из вашей именно коллекции. Давайте их покажем зрителям, а вы как раз и прокомментируете. Ну, это такая хорошая графическая картинка 20-х годов, такого очень известного социореалиста Богородского. А давайте мы вот так медленно все покажем, а я вот в общем охарактеризую, чтобы не тоже знаменитая достаточно гравюра Фаорского-Достоевский. Такая тоже милая картинка авиапланиристы. Да, знаменитый тоже Лабас, соцреалист, даже не соцреалист, а такой в своем он стиле, тоже Богородский. И что там у нас еще? Ну, вот смотрите, что я хочу сказать, что для меня самое главное, мне главное, чтобы в работе было время. То есть, если это 20-е, вот там прям должно вот 20-ми вот прямо тянуть. То есть, графическая работа должна время отражать. Да, то есть, это может быть очень разно. Это может быть, там, не знаю, какие-нибудь школьники, и это видно, что это там, не знаю, послевоенные школьники. Это может быть какой-то пейзаж, но в нем вот что-то понятно, что это там, не знаю, это 60-е. То есть, вот если это там что-то там про космос, то мне важно, чтобы это вот было время наших первых космических там достижений. Вот для меня главное в работе – это время. То есть, вот все они разные были, но на самом деле в них во всех есть время, в лицах, в стилях, и это то, как я выбираю, что мне интересно, что я люблю. Это, наверное, перекликается вот как раз с моим историческим образованием, что я, в общем, понимаю, какая была мода, что происходило в экономике. И по жизни я понимаю, что вы ещё обращаете внимание на эти детали, которые характеризуют время. Да, ну, наверное, я обращаю детали, потому что иначе бы я не понимал, что это за время. Да, понятно. Вот в конце эфира, у нас просто время подходит уже к концу, мы проводим лиц-опрос. У нас есть специальные весы, на которых мы взвешиваем ответы. То есть, синяя часть я буду взвешивать ответ и относить его к бизнесу, а красненькая часть – это буду относить ответ к творчеству. А потом мы подведём итоги и посмотрим, что нас перевесит. Но на эти вопросы мы отвечаем кратко, которые я буду задавать. Итак, вы москвич, хорошо знаете Москву. И какое для вас самое интересное, любимое место в Москве? Это самый сложный вопрос для москвича. Я люблю сектор, скажем так, у меня нет конкретного, наверное, места, но я люблю сектор центра от Сретенки, наверное, до Яуза. А что вы там любите? Не знаю, я люблю там улочки, архитектуру, дворы. И там многое связано с моим детством, с моим юношеством, с моей молодостью. То есть, я там знаю, наверное, всё, каждый двор, каждая улица, у меня там куча воспоминаний. Это больше такое творческое, это, наверное, не деловые, не Москва-сити, например. Нет, 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 Москва-сити я вообще не люблю. Понятно. Организаторские и лидерские задатки у вас уже в детстве проявлялись? Или вот вы поняли, что они стали развиваться во взрослом возрасте? Они проявлялись с детства, в детстве, но так по-серьёзному, конечно, развиваться стало после 20. Но у меня реально были задатки, сейчас ответы краткие, могу много чего рассказать, но с детства. С детства. Да. Ладно, давайте отнесу к бизнесу или какой-то пример небольшой? У меня был первый бизнес, где-то в 13 лет с младшей сестрой мы на даче сделали парк аттракционов из каких-то там гнилых досок, и туда приглашали соседских детей. Но так как денег ни у кого не было, это были 90-е ранее. У вас бартерные сделки были? Они все приносили нам бутылки пивные и там какие-то ещё от родителей, а мы их сдавали и, соответственно, получали деньги. Ясно, интересно, да, такое у вас увлечение, даже, не знаю, бизнес такой интересный был. Коллекционирование графики для вас – это выгодное вложение средств или всё-таки больше для души? Это 100% больше для души, но так как я всё-таки бизнесмен, то, конечно, я постоянно мониторю, растёт, не растёт потенциал продажи. То есть, я некую отсылку всегда, что в крайнем случае это можно продать, я об этом думаю. Понятно. Полезная для вас бизнес-конференция или интересная выставка картин? Вот что бы вы посетили с большей радостью? Ну, вот происходит в одно и то же время. Что бы вы выбрали одно из двух? Ну, если честно, душа у меня больше лежит к выставке, но пойду я, скорее всего, на бизнес-конференцию, ну, потому что это как долг, потому что, ну, как бы работа, она всё-таки на первом... Ну, надо выбирать. Ну, давайте пусть будет выставка. Выставка всё-таки я в творчестве. Приятнее мне будет точно на выставке. Что из 90-х годов больше всего запомнилось вам как подростку и повлияло на вас? Больше всего запомнилось? Ну, в целом, я могу сказать так, что для меня это было счастливое время, хотя мы жили очень скромно. Ну, я помню и очереди с номерами, и там сборы бутылок, и когда там родители реально переживали, что там непонятно, где купить какие продукты. Бутылки, наверное, запомнились больше всего. Бутылки запомнились, да. Ну, не знаю, вот для меня это тяжёлое, но счастливое время. Счастливое время. Ну, давайте всё-таки это в бизнес, потому что вы пытались создать бизнес, пытались заработать деньги, и это повлияло на всю дальнейшую жизнь. Ну, да, я думаю, что все дети того возраста и подростки, они как бы предприимчивые. Для вас важно, чтобы рабочее пространство в офисе было удобным, функциональным, или оно должно быть красивым? Например, картины на стенах, дизайн. Важнее, наверное, ну, понятно, что, наверное, мне важнее, чтобы было красиво. Но, понятное дело, что функциональность тоже важна, но в очень функциональном, но некрасивом, каком-то неэстетическом рабочем пространстве будет некомфортно. В чём для вас главное преимущество вашей компании? Вот для вас лично. Сто процентов это команда. Вообще никаких у меня тут сомнений нет. Вот сейчас, спустя там 18 лет, это точно команда. По каким ценностям вы подбираете людей в команду? Вот какие скрепы есть, что их скрепляет? Я думаю, что самое для меня важное, помимо всех профессиональных компетенций, это, наверное, честность, и, наверное, для меня важна некая своя позиция, что сотрудник может высказывать её. Независимую точку зрения. Да, да. Давайте, это в бизнес, это такие хорошие принципы бизнеса. Такие люди, они могут развивать, просто исполнитель, который просто смотрит в рот, это тоже бывает полезно, но мне нужны люди, которые со своей позицией в том числе. Угу, хорошая позиция, это хорошая, только как принцип, наверное, компании. А ваша компания является генеральным партнёром всероссийского социального проекта ранней профессиональной ориентации школьников «Зелёная кисточка». Вот вам, для чего вот это партнёрство, чем оно вам именно важно? Ну, вообще мы, хоть и средний бизнес, но мы, даже когда были маленькими и микро, мы всегда были социально ответственны. Социальная ответственность. Да, мы, конечно, всегда помогали пенсионерам, высаживали какие-то цветы и так далее. Ну, а этот проект, он классный, он на 100% попадает в нашу тему, да, там, подростков учат и рассказывают, что такое… Социальная ответственность бизнеса. Бизнеса. Бизнеса, да, да. Есть ли у вас наставники? Если есть, то в какой сфере? Бизнес, искусство? В бизнесе, я бы сказал, у меня наставников нет, у меня есть там люди, с которыми я могу посоветоваться, посоветоваться, кого я уважаю, а в искусстве у меня есть пару, ну, там, даже один, наверное, человек, который мне помогает. Да, отправляю в творчество. Ну, у нас практически баланс, но немного перевесил бизнес. Всё-таки ваш творческий такой подход, благодаря вашему образованию, позволяет вам развиваться в бизнесе и достигать успеха. Николай, большое спасибо за интересную беседу, желаю вам дальнейшего процветания бизнеса и успехов в расширении ваших коллекций. Спасибо большое, Ольга. В эфире была программа «Бизнес и творчество». Все наши выпуски вы можете посмотреть на ютубе «Бизнес и творчество» с Ольгой Васильевой. До встречи в следующую среду. «Бизнес и творчество».